Можно было даже сюда не ехать. Мы думали, что здесь проедем, а в итоге здесь вот. Все оставляют машину на верхней парковке здесь. Это максимум, куда можно доехать. Вот что случилось после дождей. Только заезжать со стороны Веселовки теперь. Со стороны Артюшенко вообще никак. И само озеро грязевое стало реально озером. Но не грязевым, а именно водным. Можно даже показать, что вот оно какое было. В прошлый раз оно было ровно где-то до половины водным. А вот с этой половины оно было уже чисто грязевым. И вот где столбы здесь можно было проехать на машине. А сейчас все затопило. Спускаемся вниз пешком. Вот такая вот дорожка. Так что дожди наделали здесь полный беспредел. От грязевого озера следа не осталось никакого. Все теперь соленая вода. Ну и вот такая вот картина открывается сегодня. В Веселовки над диком пляжем. С другой стороны от самого поселка, от янтаря. Естественно, куча мусора. Это все есть. И чисто такой дикий отдых. Это все, что люди остались. Отправили все это природой им назад. Глублю. Не знаю, очень печально на пляжем. Просто соус можно объявлять. Спасить природу. На берегу Медузы. Это Черное море. Пока непонятно, есть ли они в воде. Но здесь сегодня вот штиль. Но море как бы такое, грязноватенькое. С этой стороны народу не так много, потому что единицы до сюда доезжают. Те же самые корнироты. Но пока запаха никакого не чувствую. Ну вот они плавают в воде. Так что от Медуз сейчас нигде не скроешься везде. И на Черном, и на Азовском море. Корнироты есть. О, вода прохладная. Вот они. Так что из Черного моря проплывают куча Медуз в Азовское. Ну нет, запах есть все-таки. Запах стоит. Вот они, корнироты. Очень неприятно. И не хочется плавать. Огромные. Огромные размером с арбуз. Их, кстати, даже еще и не видно. Так что ни Черное, ни Азовское море не порадуют сейчас туристов. Вот они корнируют его. Рыбка прыгает. Вот они. В воде. Под горой люди останавливаются с палатками. Тут даже на машинах заезжают. Но сейчас достаточно опасно, мне кажется, оставаться под вот такими отвесными скалами. Потому что земля еще рыхлая после дождей. И может обрушиться. Но, видите, людей это вообще не смущает нисколько. Вот она вся береговая линия. И никого нету. Никто не купается. Почему? Как бы ответ прост. Куда сейчас ехать? Купаться? На Черное, на Азовское? Ну, никуда. Может быть, разве что только в Крыму. Вот напишите в комментариях. Есть ли сейчас где-нибудь хороший пляж, где нет минусов? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...